Антикор проверил государственные расходы на спорт в Казахстане. По их словам, результаты подтверждают наличие коррупционных рисков, которые сдерживают развитие отечественного спорта. Сколько выделялось на финансирование и как обстоят дела в спортивной отрасли страны в сюжете нашего корреспондента. Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, проведя анализ коррупционных рисков финансирования спорта, заявило о наличии системных коррупционных рисков. По их данным, за последние шесть лет финансирование спортивной отрасли составило около 1,4 триллиона тенге. И на 2024-2026 годы запланировано выделение еще 1,3 триллиона тенге из бюджета. Объем денежных вливаний в казахстанский спорт высших достижений в разы превышает бюджеты стран Центральной Азии и дальнего зарубежья, например, Канада, Норвегия, Нидерланды, выделяемых на эти же цели. При этом Казахстан продолжает занимать низкие позиции в медальном зачете по Олимпийским Играм и Всемирном спортивном рейтинге. Одной из причин являются системные коррупционные риски, способствующие нерациональным тратам и хищению госсредств. Исходя из сообщений антикоррупционной службы, ясно, что несмотря на значительные вложения, Казахстан остается на низких позициях в медальном зачете Олимпийских игр, что в свою очередь подрывает авторитет нашей страны на мировых аренах в спортивной сфере. Кроме того, действующая политика развития отечественного спорта не направлена на эффективную подготовку казахстанских спортсменов, основное внимание уделяется краткосрочным успехам, достигаемым за счет натурализации иностранных игроков. В то время как системная работа по развитию собственных спортивных кадров недостаточно поддерживается. По информации из открытых источников, с момента независимости Казахстан приобрел 126 иностранных спортсменов для олимпийских видов спорта. И каждый второй из них вернулся на родину после завершения карьеры.